Лонгчен Рабджам 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 самой беспрепятственности. Как бы я на это не смотрел, я само содержание, ибо суть просветленности обнаруживается как безграничный простор чистого пространства. Пребывая на этом уровне растворенности, я всегда то, о чем можно сказать, что для него нет разделения на самсару и нирвану. Описав это переживание сути просветленности словами, я оставил удачливым людям будущим, подобия, с которым вы можете встретиться, как если вы действительно встретились со мной воочию. Итак, используйте это как фокус для вашей преданности, чтобы также обрести реализацию. Созерцая отражение в пруду, осознай, что всевозможные вещи — лишь кажемости, и не имеют независимого существования. Подобно наваждениям, миражу, отражению луны в воде, они лишь представляются реальными, не существуя как таковые. Придя к такому осознанию, сядь прямо и удобно на просторном сидении и с намерением принести благо живым существам, медитируй на сознание просветленности. Не следуй мыслям о прошлом, не порождая мыслей о будущем. Освободи текущее восприятие чувств от умопостроений. Созерцай непоколебимо, ничего не затевая, ничего не останавливая. Оставайся в свободе, ясности, непосредственности и живости, в пустоте и ясности и свободе от оценивания. Это и есть реализация всех буд трёх времён. Пребывай естественно в раскрепощенности, присущей сознанию как таковому. Ни о чём не думай, отпусти все мысли. Свобода от мышления, сопоставления, умопостроения — это и есть видение буд. Так, умиротворив лес мыслей, пребывай абсолютным покоем, присущим природе сознания. Кажущаяся чем-то — это не некая сущность, которую следует отвергнуть или принять. Поэтому нечего оценивать и приписывать. Когда сознание постигнуто как нерождённое, не погрязай в интеллектуальном исследовании нерождённого. Когда приходит такое постижение, обретается несомненность, что просветлённость относится лишь к самому пространству сознания. Чтобы не возникало в твоём сознании радость, огорчение, счастье или страдание, если это не оценивается как таковое, то освобождается само собой. Нет иных противоядий. Это мгновенное освобождение, поскольку нет предшествующего и последующего. Так, созерцая проявляющееся, созерцатель теряется в созерцании. Он исчезает, естественно, в отсутствии умопостроений, растворяется как ищущие, так и объекты принятия и отвержения. Придя к видению, неотделимому от пространства, обретается состояние абсолютного тела, присутствующего в самом себе. Что бы ни проявлялось, свободно в своей основе, подобно ясному небу. Нет того, к чему можно отклониться из этого естественного состояния. Поскольку нет овеществления, это свобода от отрицания и принятия, от цепляния за что бы то ни было. Достигнута свобода от приходящего и уходящего. Куда же теперь идти? Некуда. Достижение этого состояния – свобода от объектов заблуждения и некому возвращаться в самсарные города. Нет теперь цели для меня, которой следовало бы стремиться. Что бы ни проявлялось, я словно пьяный никак не оцениваю это. Я не распознаю вещи, как таковые, подобно младенцу. Для меня вся деятельность, равностность, естественность, открытость и бесцельность – все это то же самое, поскольку нет оценивания. В сердце сущности осознавание как таковом нечего улучшать, поэтому благие действия не приносят выгоды. Там нечему ухудшаться, поэтому неблагие действия не приносят вреда. Там нет кармической причинности, поэтому нет счастья или страдания как неминуемого последствия. Там нет лучшего или худшего, поэтому нет отвержения самсары и принятия нирваны. Там нет способа думать об этой сущности или как-то выражать ее, поэтому нет и освобождения от всех таких попыток. Там нет до и после. Поэтому последовательность проживаемых жизней – это просто ярлык. Как может быть что-то сохранено навеки? Как вообще может быть кто-то, двигающийся через самсару? Исследуй и проверь этот высший смысл, подобный пространству. Будучи естественными проявлениями осознавания, неопределимые явления возникают как его непрекращающееся выставление на показ, таково восприятие погруженного в истинную природу этих кажемостей. Убежденный в их неопределимости, даже когда они воспринимаются как явь, без малейшего побуждения контролировать, принимать или отвергать, он пребывает в высшем невозмутимом покое, беззаботной, непринужденной просторности. Природа неопределимости, свободной от усложненности простор, есть природа явлений, естественное великое совершенство. В невообразимом просторе нет делания, а есть лишь невымышленная равностность. Убедись же, что она запредельна причинности и преднамеренным усилиям. Прибывающая без внешнего и внутреннего, без субъекта и объекта, присущее осознавание, запредельное времени и местоположению, замещает собой все явления, кажущиеся начинающимися и заканчивающимися. Чистое, подобное пространству, оно без путевых вех и не вызывается некими искусственными подходами. Поскольку все мысли об этом, даже как о высшей реальности, ошибочны, избегай все ловушки и помрачения, порожденные привычкой считать явления, обладающими обособленными отличительными особенностями. В нераздельном просторе Самантабхадры убедись, что все феномены Самсары и Нирваны на самом деле лишь великая всезаполняющая пустотность. Прибывай непоколебимо в самой неизменной природе явлений, которая не может быть культивирована. В исконном просторе Основе, не имеющем местоположения, поверхностные наслоения воззрений отсекаются, и ключевой момент неопределимости полностью раскрывается. Истинная природа явлений недвижима и подобна пространству. Поскольку нет перехода к ней или изменения в ней, нет и вопроса о том, что отвлекает, а что не отвлекает внимания. Безмерность абсолютного простора Основы, несозданного и неразложимого на составляющие, это не некое приходящее переживание, которое может быть выражено словами. Сознание погруженного в исконное бытие, для кого естественное пребывающее осознавание — это сам познающий простор, не сковано догматами учений, даже если он слышал многие из них, поскольку испытал то, что неописуемо и запредельно представлению. Он убедился, что это не что-то, что можно хоть как-то определить, как имеющее признаки или не имеющее их. Поскольку нет ни медитирующего, ни чего-то, на что можно медитировать, нет нужды уничтожать врагов медитации, вялость и возбужденность. В присущем безбрежном просторе, самопознающем осознавании, нет лучшего или худшего. Все возникающие, пребывающие и освобождающиеся феномены — это то же самое самопознающее осознавание. Поскольку нет иного, что могло бы возникать, пребывать и освобождаться, просветленность — это сам всеобъемлющий, безначальный простор осознавания. Натужное приложение усилий к феноменальному лишь изнуряет и дает недолговечный эффект, подобно детским замкам из песка. Более того, сфера приложения усилий, причина и результат, добродетельная и порочная, все это безвременно охвачено высшим простором неопределимости. Переживание неопределимости имеет решающее значение. Это самая суть. Поскольку все феномены мирокажемостей, будь то самсара или нирвана, неопределимы по своей природе и не являются чем-то, нельзя утверждать, что они существуют как таковые. Но поскольку они нескончаемо появляются, нельзя с очевидностью утверждать, что они не существуют. Поскольку у них нет ни существования, ни несуществования, нельзя утверждать, что они и существуют, и не существуют. Также нельзя утверждать и противоположное этому. Поскольку они никогда ни есть ни нет, на неопределимую реальность нельзя указать как на некую вещь. Хотя природа феноменов изначально чиста, незрелая, неосознающая сути, что нечего принимать и нечего отвергать, остаются в тюрьме привязанности к своим разнообразным идеям и мнениям, присваивая определенные характеристики неопределимому, каким только страданиям они не подвергаются. Что за неведение верить в ограниченное «я», тогда как есть только неопределимое? Как изнурительно наводить несуществующие пределы? Нескончаемо долго скитающиеся в самсаре, разве не заслуживают они сострадания? Пусть всех, у кого я вызываю раздражение или доверие, всех тех, кто меня поносит или восхваляет, всех, кто следует за мной, я быстро приведу к просветлению.